приветствую вас хотел бы повторно уже обратить внимание на вот такие объявления вашингтон официально но это вашингтон капиталс хоккейный клуб до официально объявил об обмене кузнецова в каролину но внимательно давайте осознанно прочитаем что тут написано американская команда объявил об обмене вроде бы как россиянина в другую команду ну то есть как бы они владеют русским человеком если он русский и об этом заявляют вашингтон капиталс официально объявил об обмене российского нападающего евгения кузнецова в каролина хэрикенс он ну и вот это бла 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 зачем нам эта информация во первых если он россиянин и там попал в какие-то рабские условия то надо и оттуда вызволять если это так если он не является гражданином америки но скорее всего это не так на бород он туда как бы леса во все как бы преодолевая разные препятствия до преграды добился этого и радуется что его куда-то там перетаскивает перед перепродают и и так далее значит он там строить недвижимость я чуть-чуть посмотрел по другим сообщения сейчас не буду все это показывать сами посмотрите что этот кузнецов что этот овечкин и там еще целые целый ряд вот этих вот как бы россиян и про этих как бы россиян нам постоянно в новостях значит рассказывать зачем нам эти россияне и они еще скрывают что они американцы но вот помогу кузнецова уже вскрыли что у него есть американское гражданство потому что чё-то нам надо было там на бирже что торговать еще что-то и там нужно предъявить американский паспорт он и предъявил но он же там не для патриотизма он не для того чтобы поднять российский флаг во время игр двух американских команд правильно он для бабла там соответственно он решил еще поиграть на голубых фишках там чем на бирже и для этого весь он вытащил заднего кармана своих штанов до достал американский паспорт и засветился я уверяю вас что у всех и овечкина и всех тех которые называются российскими у них есть этот американский паспорт они уже сделали клятву америки отстаивать их интерес иначе бы они не играли в этих командах но это логика это что делают вводят санкции против россиян которые за россию ну это же тоже видно да значит если ты за россию там есть ты отвечаешь крым наш российский насчет то значит вот те санкции вот тебе там пинка и иди отсюда это так делается везде почему этих игроков оттуда не пинают да потому что они правильно отвечают они отвечают правильными ответами крым это украина значит россия это плохо и вот как как нужно правда успевает еще сюда прилететь тут какую-то команду путина открыть еще где-то там получить какую-то медальку от нашего государства да и туда улететь опять быть там и известными игроком которым мы называем россиянином а как американцы кстати называет они дар не называют его россиянина иначе то как тонары звучало бы надо посмотреть кстати в интернете какая как они его называют а н.р. просто овечкин и наверное они знают что он американец и у него там есть недвижимость метами у них там и дети учатся все они там надолго навсегда они сюда же не вернутся так ну наверно пора уже отрезать их от себя зачем они нам нужны чтобы они давали пример успешности для тех русских парней которые еще находятся в россии чтобы они давали пример значит идите туда сделать нам карьеру будете кучу баксов получать для этого в телепередачах рассказывать про какие-то успехи и переходы туда-сюда но ты не знаю в чьи уши вот эту эту информацию надо передать кого-то министра или или президента или депутатов ну обратите на это внимание на что за фигня так происходит нам больше о других спортсменах ничего рассказать включаешь ящик открываешь это вот российские там хоккеисты в америке вот там какие-то еще спортсмены в америке отсюда и рождается вот эти вот нейтральные олимпийцы потому что им плевать россии плевать патриотизм мы же старались мы же всю жизнь к этому шли вы нас должны понять поэтому мы идем с белым флагом асиск сказали бы идите с фашистским флагом до поливать но возьмут из фашистским пойдут скажут с украинским с украинским пойдут плевать ну так они же гражданство тоже меняет переходит куда-нибудь там в казахстан в прибалтику выходила вьетнам только пробежаться бы и получить возможность медальку получить а за медальку еще денег денег дает это не не патриоты так уже так уж случилось так надо с этим что-то делать вот такая моя мысль кто за это отвечает возьмите эту информацию подумайте ну и как бы избавьте нас от вот этих вот новостей они нам нафиг не нужны мягко говоря все пока ну вот дописка нашел сайт мхл вот пожалуйста овечкин кузнецов визит этих товарищи да это сайт мхл теперь секундочку теперь вот на большом экране смотрю заявление на хайла вторжение россии в украину и здесь пишется национальная хоккейная лига осуждает вторжение россии в украины призывает всякое бла-бла-бла и и ниже что касается овечкиных и всяких там этих да мы также обеспокоены благополучим игроков из россии которые выступают в нхл от лица своих клубов они от россии не от россии они выступают а как частные лица от своих частных клубов так что ну вот вот сразу ответ нашелся просто надо посмотреть и все найдется то есть естественно и видно ю тубе также если ты хочешь получать деньги от рекламы то ты должен заявить что-то осуждаешь и тогда будешь получать донаты и рекламу то есть деньги от рекламы я вот отказался от этот пункт подписывая и здесь также хочешь играть в нхл скажи что ты осуждаешь и все вперед и доллары потекли опять так что так вот не надо нам таких россиян